С вами Борис Тенцер и программа «Контакт» – «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Напоминаю, это передачи, которые у нас идут всегда в понедельник, и «Контакты», которые мы с вами проводим, и встречи, которые мы делаем с вами по понедельникам, они, в общем-то, для людей, которые в этой жизни знают, что они хотят. Люди, которые понимают, что жизнь, в общем-то, одна. И я не буду повторять банальные слова, которые мы всегда запоминали в бывшем Советском Союзе, что ее надо прожить, ее действительно надо прожить, и сделать так, чтобы то, что ты намечаешь, оно сбылось. У нас сегодня очень интересный гость. У нас всегда интересные гости, я понимаю. Но сегодня действительно интересный гость. Мы с вами знакомились с разными общинами, которые живут здесь, в Америке. И представителями разных общин были у нас в студии, и разговоры, и будут еще не раз были. У нас были представители бухарских евреев, у нас были представители горских евреев. Давно, давно я хотел пригласить к себе в студию и познакомить вас с жизнью грузинских евреев. Вчера в новостях я сказал, что сегодня у нас гость, который будет говорить с грузинским акцентом, Роман Зак. И вот, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно, что вы здесь. Скажите, пожалуйста, вот много вообще евреев грузинских живет в Америке? Примерно живет 5000 человек, которые расселены на весь Америку. По всей Америке, да? По всей Америке, да. Но большая часть из них живет в Нью-Йорке. Живут в Нью-Джерси. И остальные живут в таких маленьких местечках, сравняющих с Нью-Йорком. Просто я почему еще спросил, ну вроде бы цифра небольшая, не впечатляет, там, не 5 миллионов, не 50 миллионов. Пока нет. Надеемся. Да, надеемся. Но в то же время вот у меня на столе есть очень много таких вещей, которые как бы говорят о том, что как много сделано вот для этой общины, как много это старается община. Правда, тут есть маленький секрет, о котором я потом зрителям скажу. Вот, например, у меня в руках книга, книга, мы сейчас ее покажем вам тоже, книга, которая выпущена и рассказывает об истории грузинских евреев, об истории грузинских евреев, да? Правильно. Вот, а, нет, у нас две книги, у нас две книги. Вот она, первая книга. Она на грузинском языке, вот первая книга истории. И мы сейчас ее просто, так сказать, покажем, насколько она красочная. И если мы откроем вот эту вот страницу, то мы увидим с вами две пары. Слева, вот мы, если можно, мы Игоря попросим сюда наехать и показать вот эту парочку. О, я узнаю вас. Это вы со своей супругой. А если мы уйдем вправо, то мы здесь увидим кого? Моего отца и моей матери покорных. Ваш отец и ваша мама. То есть, эта книга... Спасибо. Какая борода, какой серьезный мужчина. Вы в него? Спасибо. Вы похожи на него? Да. Вам это нравится? Мне нравится очень. Хорошо, спасибо, Игорь. Я хороший человек. Эту книгу вы выпустили как бы в честь своих родителей? Эту книгу выпустили раньше, пока я это закупил все. Когда осталось тысячи штук, это тысячи штук я закупил в честь моих родителей и положил там фотокарточки, потому что моим родителям я больше ничего не могу сделать, кроме того, чтобы оставить его имя и лицо моих родителей в истории наших грузинских евреев. Вы знаете, в своих передачах мы часто говорим о том, что как бы связь между поколениями, о том, насколько мы помним наших предков, насколько мы чтим и уважительно к ним относятся. И меня поразило то, что вы рассказали. Вы женились, когда вам было сколько лет? 21 лет. А вашей супруге? Моей супруге было 13 лет. 13 лет? 13-летняя девчонка. Сколько у вас сегодня детей? У нас Тристина, одна дочка. Четверо детей? Да, и 10 внуков. И 10 внуков. Пока. Ну, говорят, вообще евреев не считают, поэтому пусть будет сколько, сколько, как говорится, Бог дал. 13 лет было ей. Это было принято в Грузии так рано выдавать девочку в замуж? Нет, по закону не было принято. Да, ну, у нас среди грузинских евреев делали иногда такие выходки. И что, родители ее не говорили? Нет, нет, ну куда? Она еще куклы играет там. Они не хотели. Действительно, она с куклой играла. Она пришла к вам с куклой, вышла замуж, нет? Нет, не куклой, она уже постеснялась, куклу бросила. Но, в принципе, это еще было ей интересно, да? Я ее сажал на моей коленечке и так кормил своими руками. Потому что она была единственная девочка своих родителей. И она была немножко разбалована. Я продолжал разбаловать, баловать. И до сих пор балуете? И до сих пор я баловал ее. Прекрасно. Потому что она моя любимая жена. Уже 45 лет она терпит меня. 45 лет? Скоро у вас 50-летие. Да, через 5 лет. Прекрасно. И вы, насколько я знаю, вы уехали из Грузии вот в таком молодом возрасте, да? В 71-м году мы уехали из Грузии. Меня было 32, а моя жена была 24. 24. И у вас уже были дети, у вас уже большая семья. И вы уехали из Грузии. Понимаете, еще впечатляет то, что вы как бы прожили здесь на Западе, скажем так. Вы вначале жили в Израиле, да? Более 10 лет. 13 лет. Теперь здесь уже 20 лет живете. То есть вы долгожитель западный долгожитель. И как бы ваша семья и ваши дети, они формировались, в общем-то, на Западе. Да, они формировались. Скажите, они знают грузинский язык? Они знают грузинский язык, английский, конечно, иврит, и русский тоже знают по-русски. То есть они могут записать в анкете 4 языка, да? 4 языка. Грузинский, русский, иврит и английский. И внуки тоже так. И точно так же внуки. А почему? Вы дома говорили на грузинском языке? Дома мы разговаривали, потому что есть у нас смешанные. Одна невестка одна с грузинской семьей, третья у меня с русской и еврейской семьей, и первая американская семья. О, у вас уже теперь евреи всех разливал. Да, и взят с Грузии грузинские евреи тоже. Так что все вмешиваются, каждый учит одно. А вообще это принципиально для вас было, ну, чтобы как бы, ну, там, невестка была из грузинских евреев? Или не принципиально? Вы переживали, что вот, ну, а вдруг не поймет. Я лично и моя жена были более современнее, сравняя с другими. И для нас не было интересно, и не обязательно грузинский еврейка или еврей. Лишь бы был еврей. Потому что у нас кошер семья, гладкошер семья. И мы хотели, чтобы обязательно евреи бить. Остальное не имеет значения, никто. А вот гладкошер, это все началось еще в Грузии, или это в Израиле вы научились кушать? С Грузией у нас был гладкошер. В Грузии вы соблюдали? В Грузии соблюдали, да. Скажите, а вот вообще грузинские евреи, грузины с евреями жили и живут как бы нормально? Никаких проблем не стеснялся? У нас были очень хорошие отношения были. Ну, где-то, извините, были выходки такие. Ну, это везде бывает. Ну, да, да, да. Как в разных государствах. И у нас тоже, ну, так мы были очень дружно. И так продолжается сейчас? И так в сегодняшний день у нас отношения очень хорошие. Они приходят к нам, мы приходим к ним. Да? А вот как бы мы всегда, вот, я москвич. Я помню, всегда там говорили, о, там, на базаре, там, это все грузины, грузины. Там даже других не было. Говорили только одни грузины. На самом деле это были разные люди с разных совершенно республик. Вот, это как бы были всегда люди торговые. Но евреи тоже торговые. Не было какой-то конкуренции, не происходило. Чем занимался ваш отец? Не, грузинцы занимались фруктами. А. А. Наши ребята занимались более крупными. И фабриками, и цехами, так тогда так называли. И последнее время перед отецом Израиля наши молодежь очень большие, хорошие места получали. Мы в правительстве закончили, брали медицинские институты, лоер были. И продвигался наша молодежь последний перед отец в эти времена. Но слава богу, что наши ребята продолжили и здесь тоже, и в Израиле тоже. А сколько много осталось грузинских евреев в Грузии? Примерно так говорят, что 2-3 тысячи семей, не больше. То есть большинство уже, а семей или семей? А, значит, а здесь вы сказали 4-5 тысяч? 4-5 тысячи человек. Человек. А, то есть практически где-то... Здесь тоже 3 тысячи семей. 300-400 семей примерно. Понятно. То есть где-то сегодня как бы одинаково, да, количество евреев живет там? А они не уезжают, потому что, по-видимому, там какие-то уже корни, бизнесы? Я не знаю, они привыкли, привыкли они, и еще пристроились у них дома, дети. И выходили замуж за грузинами, не за евреями, а за грузинами или наоборот. Женились, и они не могут уезжать. Не хотят оставить своих. Вот у меня несколько фотографий, которые мы сейчас тоже вам покажем. Вот у меня на столе есть фотография грузинской синагоги. Грузинская синагога. А вот скажите, это получается, что как бы каждый старается себе построить свою синагогу? Да, каждый приезжий хотят, у всех, чтобы были свой национальный синагог, потому что мы в синагоге разговариваем по-грузински. И наш рабай тоже передает все по-грузински, но только молитвы читаем на и по-еврейски, по стародревнейски. Но, в принципе, может прийти любой человек, может к синагогу. Есть у нас много и бухарских, и иранских, у нас дверь открыта. Каждый, любое. И ашкеназы тоже у нас много ходят. Вот у меня есть, давайте мы посмотрим, несколько таких фотографий, которые говорят о том, что вы, как бы, ну я знаю, очень серьезно и активно проявляете. Вот грузинская община. Вот это приезжал президент Грузии, да? Эта встреча была только с евреями, грузинскими евреями или вообще с грузинами, которые живут в Америке? Или вы в Израиле? Он приехал специальным визитом для израильского государства. Это было в Израиле? В Израиле, да. Он встретился с Арик Шароном, с премьер-министром, еще с главами там, с правительственными деятелями. И потом была у нас специальная встреча, King David называется такой, гостиница в Иерусалим, где мы встретились с ним, хорошую большую встречу сделали. Это от имени Конгресса, от имени Всемирного Конгресса выходца из Грузии. Вот я смотрю, вы так ласково обнимаете Арика Шарона, да. Я понимаю так, что у грузинских евреев хорошее отношение с израильским правительством, да? Всегда, потому что мы приехали очень-очень с таким интересом, что мы даже душу отдавали, жизнь отдавали для Израиля. И по сегодняшний день в Израиле есть у нас очень много выше учебных заводений, которые закончили. Работают астронавтики, работают в больших местах. Есть генерали у нас грузинских евреев, молодежь, которые выросли уже в Израиле. Есть которые в атомных заводах работают тоже, в секретных местах. Очень большие посты занимают наши грузинские евреи. Так что свой долг, и там тоже немножко привезли. Вот у меня фотография, просто мы вначале как бы не показали. Фотография – это ваша жена, когда ей было 13 лет. Вот та самая девочка, которая играла не в куклы, но, по крайней мере, дети для нее были, наверное, как куклы, живые куклы, да? Вот это ваша жена. И у меня есть фотография вашей жены, вашей любимой жены сейчас. Сейчас мы покажем еще одну фотографию. Вот, и чтобы полная такая была картина о вашей жизни. Спасибо. Ну, и теперь осталось нам показать еще одну фотографию. К сожалению, так получилось, что сегодня у нас нету здесь кого-нибудь из ваших внуков или ваших детей, но мы можем показать вашу дочь и вашу внучку, правильно? Правильно. Вот, давайте посмотрим. Вот это дочь, и это у нас внучка ваша, да? Старшая внучка. Старшая внучка. Дочке нам дочка. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Роман, скажите, пожалуйста, ну вот создается синагога, издаются книги, издаются книги. Мало того, есть газеты еще, вот я смотрю, у меня много-много очень интересного материала. Я не уверен, что мы даже успеем все с вами посмотреть. Вот есть еще один календарь, например, да, который тоже вы выпускаете, газета, которую вы выпускаете. Вот мы сейчас покажем, просто я так подержу, чтобы легче было показать. Вот, видите, календарь, это первый раз вы выпускаете. Это первый календарь истории нашей общества. С такими символами. Собственный календарь, да. Да, и еще мы покажем и газету. Будущий год, стараемся, что будет еще лучше. И вот газета. Кстати, она интересна тем, что здесь рядом с вами стоит мама президента Грузии. Грузии, да. Вот, мы так вот развернем и тогда будет видно. Гриулия. Хорошо. Аласания. Спасибо, Ирина. Аласания. Смотрите, 4 тысячи человек живет здесь. Столько материалов, столько издано. И по истории народа, и выходят газеты. И вот, что это такое? Откуда это? Как это все делается? Откуда секрет? Наш народ трудолюбивый народ. Ну и что? И стараемся. День и ночь работаем. День и ночь работаем. То есть, я хочу сказать, что люди... Вот вы президент Конгресса, да, Конгресса грузинских евреев на территории Америки. Или заместитель, или вайс-президент Всемирного грузинского Конгресса, штаб которого находится в Израиле, в Иерусалиме. Вот бывает такое, что вы обращаетесь к людям и говорите, вот надо бы нам сделать вот это и это. И а люди говорят, ой, слушай, своих забот. Что-то там, там ту же синагогу. Наверное, на какие деньги вы строили синагогу? Вам дал Буш? Нет, никто не давал эти деньги. Собрали свои люди. Только свои люди. Мы никому не приходили. А что, все грузины такие богатые? Не богатые, но душа богатая у нас. То, что имели каждый виноват из своих семей, может быть, меньше кушали, меньше что-то сделали, покупали для себя, но этот синагог обязательно было надо сделать. А вот молодые разделяют, вот вашу точку зрения? Вот молодежь давала деньги на синагогу? Да, да, да. Каждый человек, кто сколько имел, давал. У нас такой закон, я тоже так принимаю. Один может тысячи долларов давать, второй – десять долларов, но мы принимаем одинаково. Потому что у одного есть меньше доходы, у второго больше доходы, а процентально одно и то же митцу делали. И что, нет такого ощущения? О, он так мало дал. Нет такого, нет. Потому что мы знаем, что каждый может сколько со своего кармана, столько он отдаст. Никому не жалко. То есть, вы как бы верите, что если он дает десять долларов, это то, что он может дать? То, что он может дать. Потому что мы знаем душу грузинских евреев. И вообще евреев на свете. А такие, они были, точно такая же душа была в грузинских евреев, и когда они жили в Грузии? Конечно. Это было тоже самое, то есть это традиция такая, да? Да, даже более сплочной мы были там. О, это очень интересный момент. Потому что... А в Америке вот эта сплоченность, вот это вот то, что вы показали. И сегодня тоже продолжаем эту сплоченность. Но здесь она меньше все-таки или нет? Нет, немножко, потому что каждый живет уже, попали разные люди с разных городах. Поэтому не так получается, чтобы мы были сплотны. Но сейчас, как приближались уже через 72-го года грузинские евреи приехали здесь. Это уже 33 года. Так что как приезжаем, один другому помогаем, то что можем, или словами. Иногда кто-то финансически не может, то словами говорим, показываем, указываем и верим друг в друга. Есть взаимное уважение, большое взаимное уважение. Я понял так, что вы здесь в Америке и вообще на Западе живете уже давно. То есть вы стали владельцем бизнеса, все как бы поставили. И поэтому вы как бы для себя посчитали, что вы могли как бы вложить деньги или потратить деньги для того, чтобы сделать этот календарь, да? Да. То есть... Нет, это наше общество сделало. Календарь. Календарь. А газеты это я сам финансировал. Финансировали газеты. То есть вы почувствовали, что необходимо иметь какую-то свою газету. Да, потому что есть у нас много людей, которые не могут читать по-английски. Пожалеют люди, такие, которые уже не могут так быстро научиться. Поэтому помощь им я создал грузинскую газету. Рядом со мной стоял мой редактор, главный редактор сейчас называем, Ираклик Рихели. Который он рядом стал, я финансировал газету, а он работал со своим знанием. Он финансировал свое знание. Своё знание. Это тоже большое дело. Один год я финансировал. А после года эта газета уже сам Крихели руководит свое дело. Я ему оставил. Он уже продолжает работу с помощью, иногда немножко приходит заказы или что-нибудь такое, или день рождения, или такое-такое. Он все это готовит. А вот в семье вашей, вот вы рассказали, как это строится в бизнесе. А вот в вашей семье, у вас четверо детей, они уже взрослые люди, все. Они работают, работали или как, работают с вами в вашем бизнесе, они как-то помогают вам? Не то, что помогают, они ведут мой бизнес. Это уже их не ведут. А, то есть точно так же, как газету сделали вы и ушли, и дальше оставили. Точно так же, и свой бизнес вы теперь... Нет, с 89-го года я работал там с моими сыновьями, с дочками, с дядами у меня работают. Мы привыкаем наших внуков тоже с 6-7 лет, когда в выходные в школе, они приходят, работают. Мы учим своих детей труд работать. И что, они не отказываются? Они не отказываются? Нет, 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 такого нет у нас. И слава богу, у меня есть такое в семье, как я говорю, слушаются, потому что я такого не скажу, чтобы против них было, наверное, плохое для них. Интересно. А вот, просто мы не очень хорошо знаем эту грузинскую общину. Я в Грузии не жил, и многие наши зрители, конечно, не настолько хорошо знают. Но вот в моем представлении, вот грузинская семья, это вот отец сказал, все молчат. Так оно и есть на самом деле? И насколько это изменилось в Америке? Это не так. Просто там было раньше совсем другое, но сейчас современная жизнь пошла. Уже надо общий язык найти с детьми, по-хорошему. Раньше было, может быть, кто-то так. А раньше отец вас как бы держал строго, да? Никогда не избивал меня отец. Он говорил, я слушал. И так продолжался и следующее поколение. Я тоже говорю, советуюсь с детьми. Я никогда не кричу дома, я никогда не ругаюсь. Как, грузинский мужчина должен топнуть такой, нет? Но нет у меня такого, потому что я очень сладко отношусь и к жене. Свобода со временами, и с дятым, с невестками, с внуками тоже. Демократия американская. Демократия, ровно точно демократия. Потому что уже надо немножко поменять жизнь. Там была немножко примитивность. Потому что где ситуация была такая, мы так привыкали. Например, и вино тоже там было пили. А сейчас здесь уже четверть никто не пьет. Потому что изменилась ситуация, изменилось место жительства. Кстати, о вине. Здесь не принято жить. Не принято столько пить. А вот вы, когда собираетесь, вы пьете грузинский только вино? Нет, я пью только немножко. Но грузинское вино? Или не важно сегодня? Не важно. То есть нет патриотизма такого, если пить, то только грузинское вино? У нас у каждого почти есть дома грузинское вино. Кто что пожелает, то и пьет. И когда гост приходит, мы предлагаем, что вы будете пить. Вино грузинский, армянский коньяк, грузинский коньяк, или в виски, или что-то, и по выбору гостей, и угощаем. Самое главное, душа у нас темная. А вот за столом дети тоже присутствуют, тоже участвуют? В науке маленькие? Конечно, обязательно. У меня да. Лично у меня да. То есть вы считаете, что все надо делать в большой... Обязательно. Чтобы они научились, как надо разговаривать с людьми, как надо держать себя и быть соответственным в себе. Человек, когда ответственен в себе, он для общества хорошо и для себя тоже хорошо. Я так думаю. Вы довольны своими внуками? Очень я доволен. Нравится? Старшая внука в колледже на третий курс. Она хочет учиться на медицинский. Мы помогаем как можем. А вот они чувствуют себя, что они часть грузинской общины? Они чувствуют это. Вот молодежь, мы говорим о внуках. То есть они знают, что они вот часть грузинской общины? По субботам приходят в синагогу, по праздникам приходят в синагогу. Когда у нас свадьбы, это называется как общая свадьба, потому что почти 90% мы и каждый присутствуем у каждого в семье, как у них свадьба, радость, бритмила, бармицуа. Или наоборот, не дай бог, если кто-то умирает, мы всегда рядом стоим, поддерживаем. И вот так живем, продолжаем наш национальный мир. Но вот вы говорите, на свадьбу все собираются, на бармицу, на все. А зачем же было вообще создавать конгресс? Для чего это нужно? Вот всякие такие общественные организации, эти структуры. Это вот если вы такие сплоченные, для чего еще нужно? Синагога – это духовное место, где надо молиться, надо принимать наши обидчи, надо продолжать и надо знать. А конгресс – это совсем по-другому. Это отдельная организация от верующих организаций. И поэтому там помогают совсем по-другому. Социальная какая-то помощь. Социальная обязательно. И физически, и морально помогают там. А здесь совсем стил другой в синагоге. А в конгрессе совсем другой стил. А вообще, как вы считаете, вы жили в Израиле, вы жили в Америке, вы выходите из Грузии. Да. Что является для вас родиной? Понятие родина. Я одно скажу. Я разговариваю на многих языках. Я не хочу сейчас хвалиться. Это некрасиво. Почти на 8-х языках я разговариваю. Но самый родной язык – это грузинский язык для меня. Пока я умру, это останется так. Грамматически. А вот думаете вы на грузинском? Я думаю, как попало. Иногда так, иногда так. С кем так говорю. На каком языке разговариваю с каким-то бизнесменом или родовым человеком, потом я это все уже обрабатываю в голове. Иногда так. То есть, как бы Грузия – это является вашей родиной, да? Родиной, где я родился. Все-таки там детство я провел. Но такой же не меньше, если не больше, такой любимый Израиль. Потому что это наша земля. Откуда мы все вышли после храма, который мы, вы сами знаете, разрушили. И после этого мы разошлись на весь мир. И один участок попался в Грузии. 2600 лет тому назад, говоря. А вот когда первый храм, по-видимому, тогда первые евреи из Иерусалима пришли. Ну, я думаю, раньше 2600 лет еще евреи приехали в Грузию. То есть, вы хотите сказать, что вначале был еврей, а потом грузин? У нас есть такое доказательство. Урия – это еврей, жид, перевести с грузинского. А если у нас хевс-урия, значит, участок такой живет хевс-ури. Где так это называется хевс-урия. Раньше была хевс-урия, жид, такой ущел. В ищеле жили. И называли евреи с ущела, жид и с ущела. Но потом, постепенно, там не было веры, не было, кто режет, чтобы они содержали еврейскую национальность. Это гладкошель или кошель. Поэтому они все перешли на крестьянство. Много. А вот так остались те, которые не хотели менять свою веру. Тут остались. Много проблем пережили. И в тюрьмах сажали наших рабинов, наших людей. Это было такое в Грузии история, я знаю, такие истории. Прекоммунистическое время. А, это же в коммунистическое время. Но все-таки держали свою веру. И мы здесь тоже привезли, слава Богу, нашим рабаим, нашим родителям, предкам нашим, которые нам передали это и устно. Конечно, не все знали Тору читать. Но все-таки устно передавали, и люди запоминали устно это все. Да, я смотрю, у меня даже вот на столе есть марка, выпущенная, вот на грузинском языке написана, но выпущена она, в общем-то, в честь человека, который грузином никогда не был. Это человек из Литвы, да? Из Литвы, да. Вот мы сейчас покажем нашим телезрителям эту марочку. Вот такая вот марочка, да? Да. Это не очень будет хорошо видно. Это Рабай Холес. Очень уважаемый человек среди грузинских евреев. То есть, я хочу сказать, что как бы грузины, спасибо, Игорь, я хочу сказать, что грузины как бы все-таки чтят людей из других, скажем так, еврейских общин, которые к грузинам относились хорошо, да? Обязательно. Каждый человек получает свою заслугу. Этот человек заслужил большое-большое дело. И обязательно было вспоминать его в таком высшем уровне, как наш грузинский правительство сделал. Выпустил эту марку, да? 9 числа мы встречались, специальный вечер устроили, в честь Раби Холеса, который приехал с Литвы в нашу Грузию. Надо было помощь. Тогда была очень тяжелая жизнь везде. Повез Россию во всем мире. И послал, спектр был тогда большой рабай в Литве. И по его указанию он приехал в Грузию, чтобы собирать деньги и поехать обратно, помочь своим людям. И когда люди собрали каждый то, что мог, и обратно он уехал, перед отъездом, грузины попросили, что оставайтесь здесь. Понравился человек. Понравился человек. Хороший человек. С большим знанием Тора, с большим, хорошим передачем. Умел. Умел передачу очень хорошо передавать. И он дал слово спросить своего Рабаи. В Литве. В Литве. И он постарается вернуться. Он вернулся. И он вырос в очень хороших и знаменитых наших Рабаях. Хорошо. Уважаемые телезрители, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу. А дальше мы продолжим этот интересный разговор о грузинской семье, о грузинской общине в Америке и вообще о наших человеческих отношениях, в той жизни, в которой мы сегодня с вами живем. Оставайтесь с нами. Интересно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. В офисе гастроэнтеролога Сэма Вайсмана применяют новейшие методы гастроскопии. Колоноскопию успешно проводят экспертизу и раннюю диагностику язв. Рак кишечника, заболевание желчного пузыря, печени, удаляют полипы, лечат геморрой лазерным методом. Все процедуры делаются в офисе под внутривенной анестезией. Запомните, доктор Сэм Вайсман. Ваш ключ к здоровью. В вашем городе Пилигрино представляет коллекцию лучших картин итальянских, испанских, французских художников-модельеров. Качество, изысканный вкус, высокий стиль отличают каждую работу. Красота сошла с картин. Она доступна каждому. Пилигрино открывает вам двери в мир высокой моды. Приходите, мы ждем вас. Европейские курорты, на которые надо было лететь через океан, теперь здесь, в Нью-Йорке. Внимание! Сегодня известная грязелечебница Bayside Medical открыла европейскую водолечебницу. Целительная сакская грязь в сочетании с водолечением это избавление от многих недугов. Bayside Medical сегодня это Карловы вары в Нью-Йорке. Углекислые ванны нормализуют давление и помогут при депрессии и бессоннице. Серводородные ванны, аналог мацесты, снимут боль и обострение при артритах и радикулитах, очистят кожу от псориаза и экзема. Гальванические ванны помогут восстановить нарушенное кровообращение в руках и ногах, особенно у больных диабетом. Подводный массаж это не бассейн или джакузи, а специальные ванны, где вода под давлением, подобно липосакции, уберет лишний вес и вернет красоту вашему телу. Самое эффективное лечение это сочетание современной медицины и целительных сил природы. Это и есть Карловы вары в Нью-Йорке. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях президент общины грузинских евреев Роман Зак. Мы сейчас попросим Наташу показать номера телефонов на экране и вы сможете таким образом тоже участвовать в нашей беседе, в наших разговорах о грузинской общине, о том, как вообще сохранить свою индивидуальность и человеческую, и семейную, и национальную в Америке, где с одной стороны надо становиться американцами и многие наши молодые люди, наши внуки, наши дети, они хотят как можно быстрее стать американцами. С другой стороны, есть традиция. Вот на столе у меня лежит масса литературы, которую издала грузинская община. Это то, что первое меня как бы привлекло и очень заинтересовало. Когда я увидел эти книги, я увидел эти календари, газеты, я подумал, что, наверное, в Америке живет огромное количество грузин, по крайней мере, не меньше, чем в Грузии в самой. Но оказывается, всего 4-5 тысяч человек еврейских грузин живет здесь, в Америке. А вот делает, много чего делает. Поэтому вы сейчас увидите, а уже увидите, да, номера телефонов, звоните, расскажите, пожалуйста, если вы относитесь к этой общине, нравится или не нравится, может быть, вы что-то, какие-то предложения, идеи. А если вы относитесь к другим общинам, все равно это очень интересно. Расскажите о себе, о своем каком-то участии в этих общинах. И, может быть, у вас есть свое мнение на то, как эту жизнь, община американскую, нам с вами устроить, чтобы быть американцами и не забывать своих корней и своего рода. Да, это, наверное, самое главное, да, Роман? Самое главное, конечно. Чтобы как бы не забывать этого своего. А вот ваши внуки, они знают историю вашего отца, ваших предков? Мои внуки старшие знают, а маленькие еще не успели. А откуда знают ваши внуки об этом? Я передаю им. Ну что, вы вот садитесь прямо и говорите, ну, пойдем, сейчас будем говорить о дедах. Нет? Нет, у нас в семье закон такой, пятницу вечером, это называется суббота вечер, по-нашему по-еврейски, у меня все дети собираются дома. Ни один не имеет права так. А ну, а если у него детская дискотека, если ему надо пойти там, у него там в колледжи, там девочка, там гоуфренд. Ну, это бывает в других днях, а если иногда обязательно, если обязательно, конечно, она попросит, или он попросит, и идут, или дискотек, но он даже как бы извинится за то, что не смогут быть. Извиняются обязательно, потому что все собираемся, мы начинаем петь еврейскую песню, принимаем субботу, очень приятно присутствовать. Приходите к нам, кто хочет тоже, пожалуйста, позвоним. Хорошо, у нас есть первый звонок, и зовут нашего звонящего Давид, он живет в Бостоне. Здравствуйте, Давид, вы с нами в студии. Алло? Здравствуйте, уважаемый, я слежу за вашей передачей, очень интересная. Спасибо. Чуть погромче говорите. Вопрос к нашему уважаемому гостю. Грузия, интересная страна, и из Грузии выходит Сталин. Мне интересно, очевидно, как он относился к евреям. Мне хотелось бы знать, как относится уважаемый гость к образу Сталина. К чему? Алло? К Сталину и к его отношениям. Понятно, понятно. Хорошо, Давид, сейчас мы нашего гостя поспрощаем. Это вообще всегда, наверное, интересует всех. Вот я, например, тоже, когда слышу Грузия, обязательно вспоминаю, а, горе. Я был, кстати, в горе, был в Грузии, и помню этот музей Сталина, ну, тогда еще, так сказать, он, по крайней мере, был. А как вот сейчас в Грузии, и как лично вы? У вас есть какое-то отношение? Вот видите, задает вопрос. В Грузии я не знаю, как, потому что я там не живу сейчас. А у вас? Я знаю одно, что мы Сталина очень уважали, и в сегодняшний день тоже уважаем. Потому что у каждого человека из нас есть много хорошего, много плохого. Но Сталин, я думаю, заслужил большое уважение во время отечественной войны и в таких местах, где кое-что много не было. По его руководствам много кое-что сделали в нашем Советском Союзе бившим. Очень многого сделали. И любили, и уважали люди. Из честа Сталина и из честа его имени люди брали гранаты и все, и под танком. Да, но сейчас многие мы узнали о том, Но мы должны одно знать, я так думаю, у каждого Абрама своя программа. Каждый человек по-своему думает. Но я думаю, что не должен человек забивать прошедших хорошего человека. Потому что есть плохое, есть хорошее. То есть вы считаете, что Сталина сейчас обижают? Скажем так. Обижают, не обижают лично я сам и мой народ, грузинские евреи. Уважают его. Уважают много хорошего он сделал. Для народа. А пострадали вообще в вашей семье? Кто-либо пострадал? У нас было 13 братьев и сестр. Три брата доброволцами ушли на войну. Один вернулся, раненый бил, и правая рука не была у него, уже вот так держал. А два брата не вернулись. И один взят тоже умер. Не вернулся. Так что... Это на войне. На войне защищали свою. А репрессий таких не было, да? Репрессий в Грузии не было. Тюрмах нет. Ну, что сказать. Если политически всех сажали. Не только евреев, не только грузинов. Всех сажали. А так я думаю, что Сталин сделал много хорошего. Только что стоит одно, что он Москву не оставил. Если он Москву оставил бы, мы проиграли бы войну без всякого разговора. Но слава Богу, что у нас был во главе государства такой мудрый, сильный и крепкий человек, Сталин человек. Я так думаю. Окей. Хорошо. Мы не будем здесь особенно спорить. Это ваша точка зрения. Спасибо за внимание. Да, это ваша точка зрения. Скажите, у нас следующий звонок. Кто у нас на линии? Владимир из Лос-Анджелеса. Здравствуйте, Владимир. Вы с нами в студии. Добрый день. Вернее, доброе утро. У нас еще утро. У вас уже почти полдень. Да нам уже пора покушать пойти, а вы еще не завтракали. У меня будет такой вопрос. Как были ли в Грузии смешанные браки грузин с евреями? И если да, то как вы к этому относитесь? Мой вопрос вот такой. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Вы поняли, да? Я понял. Ну, во-первых, начнем с тобой. В вашей семье были смешанные браки? Нет. У нас не были. Только еврейские? Как меньше населения были в городах или в районах, то такие случаи бывали очень мало. А в Тбилиси, в Кутаиси такие были случаи. Мы всегда относились друг к другу хорошо. Но были такие еще понимания, старые понимания, которые не любили этого смешанного брака. Но что сказать? Как и тот, я сказал, каждый думает по-своему, каждый решает по-своему. Но так по сегодняшний день очень много таких смешанных. Смешанных браков. И мы принимаем их в своих семьях очень хорошо. И они принимают. Потому что и так мы жили очень в хороших отношениях, в дружественных отношениях. Но немножко где-то было больно. Не то, что нам евреям. И им тоже было больно, что кто-то выходил или замужем брал евреев или евреичку. Но все-таки, когда заставляла жизнь, больше выхода не было. Мы продолжали быть с одной фамилией. И всегда старались... А как вообще в Грузии? Люди знакомились сами или их знакомили родители друг с другом? У нас в Грузии был такой закон, который встречается человек к человеку. Обязательно было сказать Гамарджоба. Гамарджоба это победа. Если точно перевести. Откуда пошло это слово, когда нападали иранцы, турки нападали на Грузии, на Грузии, то тогда было тяжело. И всегда встречались, собирались люди, чтобы куча, куча, куча. Потом уже нападали на иранцев перевели на турков. И всегда друг другу желали Гамарджоба. Гамарджоба. А вот это слово перешел исторически и остался до сегодняшнего дня. Это как сегодня привет. Привет. Как сегодня, так и это слово было перевод точно Гамарджоба. Желали друг друга. Гамарджоба над врагами. Вот это так, что обязательно было друг другу сказать здравствуй. А если чего-нибудь нужно было, обязательно каждый человек общается другому националу, не то, что Грузии, Грузии. Ну, понятно. А мы всегда считались очень-очень близкими друзьями. А вот здесь есть отдельно община, как бы чисто грузинская, да, в Америке. И община грузинских евреев. Это как бы две совершенно разные общины. А вот здесь вы общаетесь? Конечно, общаемся. Вы проводите какие-то общие мероприятия? Да, да, да. Мы очень часто приглашаем у них или посолствия, или где-нибудь в свадьбе собираются. даже свадьба? Конечно, бывает, что приглашают нас, и мы тоже их приглашаем. Их больше, вот грузин, их больше, чем еврейские. Окей, у нас следующий звонок, и это у нас будет Григорий из города, из Канзаса. Здравствуйте, Григорий, вы с нами в студии. Добрый день. Я приветствую вас, Борис, вас, Роман. Спасибо. И вот такой у меня вопрос. Знаете ли вы самого выдающегося грузинского еврея, который сыграл и оставил значительный след в истории России? Это первое. В истории России? Да. И второе. Вы имеете в виду евреев или грузинов? А? Грузинского еврея, я правильно понял, да? Как? Грузинского еврея. Да, да. И второй вопрос. А что вам известно об армянских евреях, о которых нигде даже в большой еврейской энциклопедии ничего не упоминается? А вы, кстати, Григорий, а вы знаете этого человека, самого знаменитого грузинского еврея? Ну да, я просто хотел знать. Или знает. Да, ну а вот если нам бы услышать вас интересно, скажите, а потом Роман скажет, знает он или нет. Я по голосу узнаваю примерно, что вы человек в возрасте. Я желаю здоровья и много лет жить со здоровьем. Я люблю всегда слышать старших людей, потому что у меня тоже отец, дедушка, были очень долголетние, живущие, так и вас я уважаю. Григорий, вы подскажете нам, кто был самый знаменитый? Это Багратион. Багратион? Да. А он был разве грузинский еврей? Да, он был грузинский из рода Багратионов. Багратион? Как интересно. Хорошо, Григорий, спасибо. Мы сейчас поговорим и об Багратионе и об армянских евреях. А есть у меня книга, в которой написано, что Давид строитель и Джану Багратион они все поколения Давида Мелеха, кинг Давида. А, да? Да. И Соломон Мудрин. А, значит, действительно Багратион был из еврейской общины. Из еврейской общины и пока поколение от Давида Кинга и Соломона Мудрин. А что вы можете сказать по армянским евреям? Вот второй вопрос. Армянские евреи у нас говорили, что очень редко бывали. Очень редко. И в Армении очень мало-мало мензурно жили евреи. Я не знаю, почему. Я не могу объяснение дать вам. Но только я знаю, что у меня много армянских друзей и очень хороших отношений между собой и я их очень уважаю и они тоже нас уважают. Хорошо. Мы немножко отклонились. Мне бы все-таки хотел, наверное, и нашим зрителям больше знать, а что же делает ваш конгресс? Какие планы, какие-то мероприятия, которые вы сейчас намечаете? Что-то есть такое интересное впереди у вас? В нашем обществе сейчас мы думаем, что расширить наш синагог, расширить работу конгресса. Что значит расширить синагог? Это значит построить еще? Построить еще. Не хватает места? Не хватает места, потому что у нас всего примерно на 380 мест, 420 я думаю примерно между сетями. И я хочу добавить еще третий этаж, чтобы поднять там, еще второй открыть, открыть там всякие учебы, шахмат, теннис, культурный центр сделать там. Есть еще рядом продается один дом, который наш уважаемый Тимур Сапир собирается купить, поломать этот дом и построить еще побольше центр наш, культурный центр. Так что стараемся каждый человек, каждый праздник или каждую субботу, или когда свадебнили или что-нибудь такое, бывает в каждом семье, стараемся чтобы синагогу или конгрессу дать свою возможность, по своей возможности помощь, чтобы собирали свою собственную сумму и чтобы никому не попросили ни от кого не зависит. Потому что мы немножко гордый народ грузины, грузинские евреи тоже, и мы не любим просить другим. А если дают сами? Если дают, это смотря как. Это тоже надо смотреть. Хорошо, у нас есть звонок. У нас на линии Александр Лос-Анджелес. Здравствуйте, Александр. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Вы с нами студент. Я хотел бы спросить, может ли наш гость дать свой контактный телефон. Я бы при возможности хотел бы ему позвонить. Дело в том, что у меня в Грузии жили хорошие мои друзья, грузинские евреи, которых я, к сожалению, потерял после эмиграции. И может у него есть какая-то возможность как-то связаться с ними или как-то там подсказать, кто-то может их знает. Если это возможно, какой-то телефон дать. Я бы ему позвонил лично и поговорил бы. Сейчас мы уточним, насколько это удобно для Романа или сделать это через ... Я вам дам свой телефон, если хотите 917 676 6777 Позвоните ко мне лично, пожалуйста, я постараюсь помочь. 917 676 6 7 7 7 Это для тех, кто еще не задал свой вопрос и которые желают узнать больше о грузинской общине. и расширить синагогу. Хорошо, прекрасно. А есть какие-то социальные программы? Вот я смотрел, вы делаете какие-то туристические поездки, есть какие-то общинные выезды, мероприятия? Что такое синагог? Синагог это оборот общины. Одни, у кого есть возможность приносят синагогу, а те, у которых нет возможностей, помогаем им. Есть старики, которые не могут уже работать, пенсионеры или инвалиды или что-то такие. И помогаем молодоженям, когда у них дети маленькие, помогаем у них маленькие доходы в школу. И что, человек может прийти и сказать, вы знаете, мне тяжело, плохо, но вы же говорите о том, что грузин не любит просить. Но это приходит к нам. Мы же не уходим, не идем к другим. За пределами своего. То есть в своей семье внутри можно попросить. Можно сказать. Можно это потихонечку идет. Это никто не узнает. приходит приходит ко мне как президента и объясняет свое обстоятельство. И поэтому я беру это на борт. Есть у нас комиссия наша община. Здесь человек, которые уже выносим и все это собираются. Решаем и выносим решение. понятно. У нас есть на линии кто нам звонит? Лев из Канады. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, вас слышно, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Я Аня, выключить телевидение? Нет, все нормально. Мы слышим вас, Лев. Все нормально. Алло, я вас плохо слышу. А, ну, тогда. Минут я скажу все-таки, если вы меня слышите. я хочу вам, во-первых, вам большое спасибо за передачу, которую вы ведете. Очень хорошая, и я ее всегда слушаю. Я передам, Борис, сегодня, сегодня ваш, ваш гость несколько, по-моему, высказался, я хотел возразить против его высказывания по поводу Сталина. А я все думал, ну, неужели никто не позвонит и не скажет что-нибудь свое? Да, пожалуйста. Я свое не скажу, я скажу то, что написал в своей книге Александр Яковлев, книга «Сумерки» называется. Александр Яковлев работал председателем АЦК, председателем комиссии по реабилитации жертв сталинской репрессии, сталинской репрессии. Я много говорить об этой книге не буду, книга примерно 600 страниц, но я скажу одну цифру. Этот человек, Яковлев, держал в своих руках все документы, связанные с репрессиями, которые еще рассекречены, но многие еще не рассекречены. И вот что он пишет, что Сталин лично своей рукой подписал 300 с чем-то списков на 44 тысячи человек об их аресте и расстрела. Все судебные суды, которые проходили, они сначала лично Сталин Лев, одну минутку, Лев, послушайте меня, Лев, послушайте меня, понимаете, передача наша уже подходит к концу, и мы здесь не будем обсуждать Сталина и книгу. Вы правы по-своему, и я с вами согласен даже больше, чем со своим гостем, хотя гостю нельзя такие вещи, гость в доме, бог в доме говорят, не только на Кавказе, но и у нас. Но я хочу вам сказать, что вот это то, что искренне сказал нам наш гость, то, что истинно сказал Роман, и вот за это я Роману благодарен и признателен, потому что я уверен, я уверен, Роман, что вы когда говорили, вы понимали, что вы как бы немножко нервируете, в общем-то, большой, но вы искренне сказали вот то, что вы думаете, вы имеете на это полное право, и вот ваше умение говорить то, что вы думаете, и свою точку зрения, вот это очень приятно. Я одно скажу, я не политик, я не работал у Сталина, я не знаю тонкие-тонкие предметы, которые он делал, но я одно знаю, тогда я видел еще ребенком, 14 лет было меня, когда он умер, так что я вспоминаю в школе, все плакали, весь Советский Союз плакал, это я очень хорошо помню, но то, что внутрь бивало, это меня, хоть я был бы в таком возрасте, меня никто не дал бы досунуться до него, так что я не могу судить человека так глубоко и говорить много про человека. Хорошо, у нас есть тем более звонки. Спасибо. Да, пожалуйста, у нас есть звонок из Сиэтла, Аида, какое красивое имя у вас, Аида. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, у меня нет вопроса, но я хочу сказать о армянских евреях. Пожалуйста, полминуты, полминуты. Называли в Армении зоками. Зоками. И я хочу сказать, это произошло У нас связь появляется. В 226 году Это если вы напишите, это пришлете ко мне. Армянский год. В следующий раз, когда выйдем, будем выступать. Армянский вруб... Храча. Аида, я очень прошу прощения, но вас очень плохо слышно, а у нас осталось буквально 2 минуты до окончания передачи. Поэтому большое спасибо за ваш звонок, но, наверное, об армянских евреях мы еще поговорим в следующий раз. Скажите, Роман, вот если бы... У нас еще есть звонок. Ну, последний звонок, давайте. А, хорошо, давайте тогда мы уже прекратим звонки. Я извиняюсь перед всеми, которыми мы не смогли сейчас связаться по телефону, поскольку последние минуты. Скажите, Роман, вот если бы, знаете, всегда человек, когда вы прожили какую-то жизнь, вы столько много видели, вот если бы сегодня, знаете, такое банальное, вы бы начинали опять. опять бы собирались в дорогу в 30-летнем возрасте с четырьмя детьми, уезжали куда-то в неизвестный Израиль, потом в Америку. Вы бы сделали то же самое? Тяжело сказать. Вернуться взади очень тяжело. Но все-таки... Потому что столько я переживал в жизни, как и все. что вот ваш бизнес вы можете отдать своим детям. Сейчас дети занимаются своим бизнесом. Вы как бы немножко отстранились, вы немножко поднялись над своей жизнью. Поэтому я задал вам этот вопрос. Я думаю, я остался бы жить в Израиле. Остались бы жить в Израиле? Это вот то место, которое как бы вас вдохновляет? Да. Там очень весело, очень хорошо. И знаешь, если человек умирает, я в 73-м году уже опаздываю, меня пошел доброволцем, когда война напали на Визраиле. Я языка не знал, всего новый приезжий был. Но все-таки я на машине вез солдатов, перевозил. Что-то я свое сделал, свой вклад. А когда меня выписали зарплату, я не взял зарплату. Это... Ну вы правы. Такой идеальный. Я благодарю вас за то, что вы получили нашу передачу. Я благодарю вас, уважаемые зрители, за то, что вы это время провели с нами. Я уверен, что мы еще не раз встретимся и с Романом Заком, и с многими другими, которые есть как бы основа, соль нашей общины. И каждый человек в этой общине интересен. С вами был Борис Тенцер. До новых встреч в программе «Контакт по понедельникам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова